Книга «Открытым окон», том 16. Вопрос 3097. Тема литература. Разве можно простому смертному человеку играть роль Христа или Богородницы? Когда люди решились экранизировать библейские события? И сколько было фильмов поставлено уже на эту тему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Считаю, что фильм «Иисус по Евангелию от Луки» оправдал себя именно по этим вопросам. Когда поем и же херувимы, мы изображаем таинственные из себя херувимов. Это же самое настоящее представление, хотя и в самом возвышенном роде. А когда в вербное воскресенье патриарх едет на осле или на лошади, царь ведет осла за узду, а люди бросают вербочки, это что? Или когда архиерей моет священника ноги в чистый четверг. Это же инсценировка в чистом виде. А рождественские вертепы? Кинематограф и Библия. Библейские сюжеты привлекали мастеров кинематографа с самого начала возникновения кино. В пользу допустимости изображения артистами священных лиц Библии выдвигалось два аргумента. Первый. Старая традиция мистерий или действий. Инсценировки срастей на Западе. Пищное действие. На Руси. Драмы Дмитрия Ростовского. Театр и Библия. Второе. Неизбежность в любом виде творчества, в живописи, скульптуре и так далее. Привнесение человеческих, авторских элементов. Портретность и автопортретность религиозной живописи. Первое. На заре кинематографа, уже один из пионеров, Луи Люмьер, Франция создал фильм «Страсти» 1897 года. Самую большую картину, выпущенную его фирмой. Под влиянием этой картины тогда же Холлимен создал аналогичный фильм США. Но он в три раза превосходил по продолжительности французский. Его впервые использовали протестантские проповедники, показывая в походных церквах. В 1898-м Зигмунд Любин переработал ленту Холлимена. Второй пионер К. Джордж Мельес, Франция, снял фильм «Хождение по водам» 1899 года. Первое. Применив специфические приемы комбинированной съемки, Христос идет по волнующемуся морю. Второе. Период немого кинематографа. 1900 год. 1934. В начале 20-го столетия Фердинанд Зепко, 1864-1947 годы жизни, один из крупнейших кинорежиссеров Франции, снял два евангельских фильма. «Блудный сын» 1901 года и «Страсти» 1902-1905. И первый на ветхозаветную тему «Самсон и Далила» 1903 год. Другой французский кинематографист Викторен Жассе экранизировал Евангелие. «Жизнь Христа» 1906 год. И отдельно «Историю мученической смерти Иоанна Крестителя» и «Родиада» 1910 год. В 1908 году французский режиссер Шарль Патте снял первую раскрашенную киноленту «Жизнь Христа». Ему же принадлежит фильм «Самсон и Далила» 1908 год. В этот период по фильмам на библейские сюжеты впереди французский кинематограф. Это подслой Иуды Армана Бура, Иудив и Оло Ферн, дочь Иефая и Эсфир Луи Хайяда. Но постепенно с ним начинают соперничать режиссеры других стран. В 1910 году в США выходит лента «Жизнь Моисея», автор неизвестен. А в следующем году фирма «Вайтограф Компани» выпускает картину о Христе и грешнице «Идеи преднегрешины» званий. А в 1911 году итальянский режиссер Марио Козерини экранизирует историю Маковеев. В 1912 съемки фильма «Жизнь Христа» Фрэнк Мэрион в США впервые проводились в местах евангельских событий. В 1938 эта лента была озвучена. В 1913 американец Танхаузер создает картину «Иосиф. Земли египетской». Тогда же французский режиссер Андре Ани выпускает серию фильмов на ветхозаветные темы «Дочь Иерфая», «Царица Савская» и «Осиф». В экранизацию библейских сюжетов внес вклад и классик немого кинематографа американец Дэвид Уоккор Гриффи, 1875-1948 годы жизни, создатель системы кинозвезд. В 1914 он поставил эпический зрелищный фильм «Иудив из Витилуи». Но настоящую эпоху в истории кинематографа составила его грандиозная трилогия «Нетерпимость» 1916 год, снятая с участием сотен статистов. Созданная под впечатлением Первой мировой войны, она была посвящена жестокости человеческого рода. Одна из частей трилогии изображает отдельные моменты жизни Христа. В России кинематограф в эти годы быстро развивался, но цензурный запрет на представление священных лиц не позволял создавать библейские ленты. Только в 1917-м был снят фильм по драме Константина Романова, писавшего под инициалами К.Р. «Царь Иудейский». Этот фильм прослеживал события «Страстной недели» и «Пасхального утра». Однако в нем фигурировали лишь второстепенные персонажи евангельской истории – Иосиф Аримафейский, Иоанна, Пилат, его жена и другие. В 1918-м в США вышла картина «Соломея» с довольно свободной трактовкой евангельского сюжета. Там же в 1921-м был создан большой зрелищный фильм о царице Савской, излюбленный сюжет кинематографистов. Первый франко-американский фильм по евангельской истории был снят Спенсером Гордоном Беннетом. Он назывался «Сей человек» и был построен как рассказ матери-сыну о жизни Спасителя. Исторические кадры перемежались с кадрами, показывавшими реакцию ребенка на рассказ. В 1922-м Чарльз Брайан, США, снова обратился к теме «Соломея» и «Крестители». За основу фильма была взята пьеса английского писателя Оскара Уальда. Роль Соломеи, дочери Иродиады играла русская актриса Алла Назимова. В том же году великий датский режиссер Карл Теодор Дреер создал эпопею «О предательстве в жизни людей» – страницы из книги «Сатаны». В картине есть эпизоды из Евангелия. Дреер начал писать сценарий для евангельского фильма, но смерть прервала его работу. В 1923-м была предпринята попытка создания надзидательного фильма на евангельскую тему. Немецкий кинематографист Роберт Винет изобразил в своей картине «И.Н.Р.И.» Священника, который рассказывает о Христе, приговоренном к казни убийцы. Его рассказ прерывается евангельскими сценами. В 20-х годах Пальма первенства в библейском кинематографе переходит к мастерам США. В 1923-м выходит лента о Давиде «Царь-пастух» знаменитого режиссера Сесилия де Милля. В 1881-1959 годы жизни. Его же голливудский фильм «Гигант. Десять заповедей», в котором совмещались две сюжетные линии – библейская и современная. В 1925-м Рауль Уолш создает ленту на тему притча о блудном сыне «Странник». А Эррет Лерой Хенет впервые сочетает игровые кадры с натурной съемкой Святой Земли. Человек, которого никто не знает. Фильм озвучен гимнами и ораториями. В 1927-м С. Д. Милль создает фильм «Супергигант» с массовыми сценами «Царь царей». В нем перед зрителями проходят важнейшие евангельские события. Более полно события евангельской истории охвачены в картине Джин Коновер и Иисус Назаряна, 1928 год. Третье. Эпоха звукового кинематографа. Один из первых звуковых фильмов, снятых во Франции, назывался «Голгофа» в 1934-м. Он был посвящен страстям Христовым. В роли Пилата снялся Жан Габен. Своеобразную трактовку писания дали американцы Марк Коннелли и Уильям Келли. В их фильме «Злачные пастбища» 1936-й учитель-негр ведет рассказ о Христе, беседуя с детьми. Первым евангельским фильмом, появившимся после Второй мировой войны, была картина пионера мексиканского К. Мигеля Торреса «Мария Магдалина», снятая с большим размахом, 1945 год. Очередной супергигант был выпущен С. Д. Миллем «Самсон и Далила» 1949 год. Аналогичный зрелищный характер носила лента Генри Кинга США «Давид и Версавиан» 1951 год. Первый документальный фильм по Новому Завету был создан американцем Робертом Лаэртин «Страсти по Матфею» 1952 год. Он включал классические произведения мирового искусства на тему «Страстей» и сопровождался музыкой Баха. В том же году экранизирована повесть «Пера Лагер Квиста» «Барабба» литературно-художественной интерпретации Библии. В 1953-м С. Д. Миль представил переделанный вариант своего фильма «Гиганта. Десять заповедей». Тогда же Реджинальд Д. Ле Борг США экранизировал эпизод из книги «Царств. Грехи и Езавели». В других странах также вышел ряд фильмов по Библии. «Царица Савская. П. Франчиши. Италия. 1952-й». «Адам и Ева. А. Гоут. Мексика. 1956-й». «Мультипликационная лента. Вифлеемская звезда. Л. Райнингер. ФРГ. 1956-й». В 1959-м США был создан фильм об апостоле Петре «Великий рыбак». Режиссер Борзенович. И цветной фильм «Гигант Соломон и царица Савска». Режиссер К. Бидор. А затем была экранизирована книга «Эсфири. Эсфирь и царь». Режиссер Р. Усл. 1960-й. В 1961-м при участии писателя-фантаста Рея Брэдбери был написан сценарий и поставлена картина Николаса Рея о Христе «Царь царей». В том же году вышел итальянский фильм «Давид и Голиаф» с множественными эпизодами, отсутствующими в Библии. В следующем году Эр Флейшер «Италия» дал свою экранизацию книги П. Лагерквиста «Варавва». А Эл Ричи снова обратился к теме библейского Иосифа. В 1963-м появился эпический «Американо-франко-итальянский фильм» «Содом и Гаморра». А в 1965-м итальянский режиссер М. Бальди выпустил библейско-историческую ленту «Саул и Давид». Большой успех имела евангельская картина, снятая Стивенсом, США, 1965-й год. По сценарию известного писателя Аурслера, в 1966-м Джон Хьюстон США совместно с итальянскими режиссерами выпустил фильм «Гигант. Библия», посвященный первым 22 главам книги «Бытия». Трактовка Библии в этом фильме преимущественно зрелищная и достаточно поверхностная. Важным этапом в истории библейского кинематографа и вообще в истории кино стал выход черно-белой картины известного итальянского режиссера Еру Пауло Пазолини, 1922-1975 годы жизни. «Евангелие от Матфея» 1964. Не будучи церковным человеком, он сумел создать фильм серьезный и одухотворенный. Исторические декорации в картине сведены к нынему. В качестве актеров снимались непрофессионалы. Режиссер подчеркнул социальную значимость Евангелия. Особенно удачными критика признала насыщенный драматизмом массовые сцены. Образ Христа нетрадиционный, юный, безбородный. Фильм сопровождался музыкой всех времен и народов. Бах, Прокофьев, Африканская месса и так далее. Наиболее слабыми оказались сцены Воскресенья. Фильм был посвящен Папе Иоанну, 23-м, и получил высокую оценку в католических кругах. Год спустя итальянский режиссер-католик Роберто Расселини создал большой телевизионный сериал «Деяния апостольские». Как и в картине Пазолини, в нем сделан акцент на социальных аспектах христианства. Автор также использовал сравнительно скупые художественные средства, перенеся центр тяжести на внутреннюю жизнь действующих лиц. Образ апостола Павла далек от традиционного представления о его внешности. Через 8 лет Расселини снял фильм о Христе «Мессия», включавший и ветхозаветные эпизоды. Картина была признана менее удачной, чем сериал об апостолах. В 1971-м в Альбеке Ливан немецкий режиссер ФРГ В. Шреттер снял фильм «Соломея» по мотивам пьесы Оскарда Уальда, а через год Энджу Джуиссон США экранизировал рок-оперу Эл Вебера и Т. Райфу. «Иисус Христос. Суперзвезда. Музыка и Библия». Хотя фильм снимался в Палестине, он был поставлен не в историческом, а в условном ключе. Одним из киношедевров на евангельскую тему стал фильм Франко Дзефирелли, родился в 1923-м, «Иисус Назарянин», 1977-й год. Он был создан с учетом историко-археологических данных и с участием ведущих актеров различных стран. Роберт Пауэлл, Клаудия Кардинали, Питер Устинов и другие. Образ Христа в фильме Дзефирелли считает телкинокритиков одним из самых удачных. В 1983-м был поставлен фильм о евангельских волхвах, «Они шли и шли», режиссер Эрмана Ольми, Италия. В нем строго выдержан историко-этнографический колорит, но трактовка темы отступает от полистования евангелия. В 1988-м американский режиссер Мартин Скорцезе экранизировал книгу Н. Казанзакиса «Последнее искушение Христа». Картина вызвала противоречивые отклики и протесты ряда авторитетных религиозных деятелей. Из документальных фильмов следует указать на экранизацию книги Келлера, «А Библия все-таки права» ХРГ. Словарь по библиологии протерей Анны. За последующие 18 лет снято еще несколько десятков фильмов на библейские сюжеты. Филиппийцам 1.18 Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Галатам 3.1 О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый! Субтитры создавал DimaTorzok